Всем большой привет! Спасибо, что вы ко мне заглянули. С вами снова Таня. И у меня сегодня для вас коротенькое, но я надеюсь, что полезное видео. Кстати, если вы вдруг видите меня впервые, подписывайтесь, присоединяйтесь. У меня много интересных и полезных роликов на канале. Видео выходит у меня каждую неделю. И я буду очень рада, если вы присоединитесь в нашу дружную компанию. И нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых роликах. Вы меня давно просите показать, как я делаю такой пилинг. Я уже показывала несколько лет назад другую вариацию домашнего пилинга. Сейчас я делаю его немножко по-другому. Я уже несколько лет делаю эту процедуру дома. И постепенно мой рецепт менялся. Я пробовала по-разному делать, но сейчас остановилась именно на том варианте, который я вам покажу чуть дальше. Потому что это самый удобный вариант в плане использования. И для него не нужно слишком много ингредиентов. Вам понадобится всего лишь бальзам для волос, соль мелкая и эфирные масла. Эфирное масло мяты и эфирное масло розмарина. Для чего вообще нужен пилинг кожи головы? Ну тут на самом деле все очень просто. Для того же, для чего и нужен пилинг лица или кожи тела. Кожа головы также нуждается в качественном глубоком очищении. Пилинг хорошо очищает роговевшие частички кожи. Обновляет кожу головы. И после него очень приятное ощущение чистоты и свежести. И после пилинга у меня всегда волосы ожирнятся гораздо медленнее, чем без него. То делаю я эту процедуру где-то раз в неделю, иногда раз в две недели. По потребностям, в зависимости от того, что я делала с волосами в течение недели. Если я всю неделю пользовалась муссом для волос, то делаю раз в неделю. Если я не пользовалась укладочными средствами, то делаю раз в две недели. Еще пилинг для кожи головы здорово. Помогает укреплять волосяные луковицы. И от него волосы растут быстрее и выпадают меньше. И приступаем к рецепту. Покажу, что и как я делаю. Ну что, приступаем к приготовлению скраба. Нам для этого понадобится какой-нибудь бальзам. Я выбираю бальзамы без силиконов, потому что мы будем наносить наш скраб на кожу головы. И силиконы нам тут совершенно не к чему. Поэтому выбирайте какой-нибудь бальзамчик без силиконов. У меня, например, сейчас есть вот такой от Ифраше. Он без силиконов, без парабенов. Замечательно подходит для скраба. Выжимаю бальзама, ну где-то 2 чайные ложки. Если у вас очень густые волосы, то можете, в принципе, брать больше бальзама, больше соли. Я показываю на свою густоту волос. Теперь беру обычную соль, поваренную. Лучше взять, конечно, морскую, мелкомолотую соль. Но у меня сейчас ее нет, поэтому использую поваренную ядированную. Она тоже, в принципе, для этого хорошо сгодится. И с соли добавляю где-то вот чайную ложку с горкой. Ну, примерно вот так. Перемешиваю бальзам с солью. И теперь добавляю эфирные масла. Масло перечной мяты. Оно очень здорово освежает и холодит кожу головы. Стимулирует кровообращение. Его добавляю где-то 5 капелек. И еще мне очень нравится добавлять в скраб эфирное масло розмарина. Розмарин тоже стимулирует рост волос, улучшает кровообращение. Является природным антисептиком. Если есть перхоть, то здорово помогает от перхоти. Так, что-то у меня застряла тут крышка на масле. Все, получилось открыть. Розмарина капаю, ну, где-то 3-4 капельки. Ну, столько будет достаточно. И все, пилинг готов. Надо все размешать. И приступаем к нанесению. Процедуру пилинга я начинаю с очищения кожи головы. Пилинг надо обязательно проводить именно на чистую кожу головы. Так же, как когда мы делаем пилинг лица, мы же сначала очищаем кожу лица. То же самое и с головой. Сначала мою голову. Потом промакиваю волосы полотенцем. И наношу по проборам пилинг. И начинаю массировать кожу головы вместе с пилингом, ну, где-то минутку-две. Вы почувствуете такое приятное тепло, потому что кровь будет приливать к коже головы. Это очень приятное ощущение. И где-то через минутку-две я смываю пилинг с волос с помощью шампуня. Еще раз тщательно промываю голову. Дальше наношу на волосы свою любимую маску. И заканчиваю, в общем, процесс мытья головы, как обычно. Смываю маску и дальше уже высушиваю волосы. После пилинга невероятно приятное ощущение. Ощущение чистоты кожи головы. Как будто бы она начинает даже дышать. За счет того, что я использую эфирные масла, особенно эфирное масло мятое, есть ощущение очень приятного холодка на коже головы. И это очень, действительно, очень приятное чувство. В общем-то и все. Ничего сложного в этом нет. Надеюсь, что это видео было для вас полезно. Если вы еще никогда не пробовали делать пилинг кожи головы, попробуйте. Если вдруг у вас нет никаких эфирных масел, можно попробовать сделать вообще без них. Но с эфирными маслами эффект все-таки получается гораздо лучше. И, кстати, хочу сделать важную пометку. Если у вас есть на голове какие-то ранки, какие-то болячки, ни в коем случае пилинг этот не используйте. В нем содержится соль, вам все будет щипать. И вы себе только навредите. Вы еще больше раздерете свои ранки на голове. Поэтому будьте внимательны, не вредите себе. Этот пилинг можно использовать только на здоровую кожу головы, без каких-либо ранок. Ну все, буду заканчивать это видео. Я надеюсь, что оно было для вас полезно. Если вы делали процедуру домашнего пилинга, делитесь вашими впечатлениями, как вам эффект. Спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Целую вас, обнимаю. До встречи в новых видео. Пока-пока!